Привет, сталкеры, с вами Флодар, и это уже четвертая часть выживания в модификации Меморис оф Чернобыль на Call of Чернобыль с одной жизнью в режиме Тайна Зоны. Напомню, что это наше соревнование с демастером, и мы проходим этот режим на скорость, при этом стараясь не умереть вообще ни разу. Кто умер, тот проиграл, кто... в общем прошел вторым, тот тоже проиграл. В прошлой серии мы почти дошли до лаборатории Х-18, я остановился около неё, ну и по сути вообще никак не продвинулся. В то время как демастер уже забрал документы из Х-16 и отключил выжигатель мозгов, вот чего-чего, такого я точно не ожидал. Сегодня я снова постараюсь сравнять счеты, если не перегнать, ну и самое главное, не сдохнуть. Если вы не смотрели предыдущие части, то плейлист в описании, также не забудьте заглянуть к демастеру, чтобы посмотреть как у него дела, ну и не забудьте поставить лайк, это очень мотивирует. Ну а мы начинаем. Так, остановился я около лаборатории, и знаете, что я осознал? Нафиг я таскаю с собой эти все части тела мутантов, потому что за них вообще нормальный денег не дают, и они лишь занимают лишний вес, хотя я могу в это время спокойно пробежать пару там шагов, не знаю. Ну я думаю, вы меня поняли, сейчас мы короче движемся в лабораторию Х-18, и надеюсь нам повезёт, и ничего страшного там не будет. Мда, я слышу внизу кровососов, и это очень плохо. Так, вижу одного снорка, готов. Так, сосы сейчас только что бил, снорка видели? Йоу, два кровососа! Нет! Ф1, Ф1, прожимаю как могу! Ф1! Прожал! Даже больше, чем надо! Фух! Отбился вроде бы! Так, один, два, четыре, три. Но внизу нас пожидают полтергейсты, я так понимаю, надо быстренько зарядиться, потому что полтергейсты, они, конечно, не такие уж и опасные, но, мне кажется, всё же они нам дадут прикурить ещё. Вижу первого. Второго. И тут где-то сразу полтергейст огненный, прикиньте. Почему у меня такая жёсткая лаборатория по сравнению с демастером? Это не честно, тушканчик тут ещё что-то бегает. Так, огненного полтергейста я завалил. Ладно, не будем отвлекаться на этих полтергейстов, быстренько сейчас пробежимся к псевдогиганту. Надо энергетикю зануть, надо ещё, кстати, вот эту штуку убрать, потому что она убирает у меня защиту от термических аномалий. А термических аномалий у нас сейчас тут будет предостаточно. Так, быстренько мансуем от псевдогиганта. Так. Бежим. Всё, до свидания, псевдогигант. Удачного времяпровождения. Так, насколько я помню, там код 9524. Отлично. И меня снова здесь встречает Барсик. Что за были Барсики в лаборатории? Я не знаю, но... Я думаю, когда-нибудь мы найдём ответ на этот вопрос. Огненный полтергейст. Я его убил, отлично. И сейчас я отступил вот сюда, чтобы взять тут плюх. Их тут предостаточно. И они, в принципе, на халяву. Так, резко открываем всё это дело. Отлично. Всё, идём за документами. Так, вот они документы. Энергетик стырим. Тоже на халяву. И сейчас будет ролик, но я не думаю, что мы будем его смотреть, так как это занимает наше время. Мы его сейчас по максимуму скипнем. Долблю по клаве, как могу. Всё. Отлично. Так, первый военный у нас здесь сидит. Отлично. Второй военный у нас сразу вот тут вот. А третий... Не знаю, где третий, но судя по куче органов летающих здесь, его сожрала аномалия. Но последний военный, насколько я знаю, сидит и ждёт нас вообще у выхода из лаборатории. То есть, вот он. Нормально. В общем, за пять минут мы справились с лабораторией. И теперь быстренько двигаем в бар, чтобы пополнить запас аптечек и энергетиков. Продать всё ненужное. И, собственно, отправимся уже на радар. Итак, я в баре. Я собираюсь полностью отказаться от Абакана. Поэтому я сейчас поспрашиваю долговцев. Может, у них есть задание на Абакан у кого-нибудь. Или на укороченный калаш, который я подобрал. Нет, к сожалению, у кого ничего нет. Поэтому, бармен, давай скорее подходи. Я сейчас тебе всё продам. Всё нужное куплю, и мы пойдём. У меня за тебя информация 5 КПК. Держи, 2500. Ну, могло быть и лучше. Ещё одну нашивку. Держи патроны на калаш, так как я от него полностью отказываюсь. Опять же, потом держи вот этот пистолетный патрон. Держи гранату РГД. Ну и, в принципе, всё. Можно закупить дроби, закупить энергетиков, закупить патронов. Побольше патронов. А, 7000 у нас уходит на всё это. 2000 ещё остаётся. Теперь на оставшиеся 2000 я пойду к технику и попробую починиться. Кстати, калаши надо выбросить, раз они мне не нужны. Вроде как мне должно хватить на починку у техника. Возможно, даже хватит на починку дробовика. Посмотрим. Так, комбет за 66 рублей, 112. Ага. 500 рублей не хватает на починку дробовика. Так, 480 рублей уже есть. Ну и давайте ещё анабиотик продадим. Всё, плюс 600 рублей. Итого у нас 3500, даже больше, чем надо. Сейчас быстренько починим дробовик и погнали. Так. Всё, теперь у нас ещё и целенький дробовик нормальный. Вообще, я планирую пойти сейчас, значит, в рыжий... О, смотри, тут целых три тайника надо будет залутать. Пойти сейчас в рыжий лес, то есть я выйду здесь. Потом пойду вот сюда, выйду здесь. Пойду, отключу выжигатель. Затем вернусь, пойду вот таким вот образом на Затон. Через Затон я пойду в этот путепровод. Через путепровод я выйду в Припяти. В Припяти облутаю лабораторию. Затем пойду вот таким вот образом в Центральную Припять. Заберу дешифратор и броник. Ну, вроде как он должен там лежать. И пойдём уже на ЧАЭС. Так, тут что-то внезапно слишком много человек. 9 человек. Трое из них свободовцы. Остальные враги, значит. Тут у нас военные, значит. Но они ещё не сумели понять то, что я их убиваю. А нет, 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 нет. Поняли. Вот это да. Вот это я сейчас чуть не отъехал. Тихо. Патроны. Не кончайтесь, пожалуйста. Так, я ранил там одного военного. Вот ещё один. И ещё один. Всё, фух. Блин, чуть не отъехал от военных. Это было бы слишком жёстко, если бы я отъехал. Так, где прячь снарягу, говори. Ну, давай вот так вот. Пора с тобой кончать. Пошёл нафиг. Так, первый тайник. Две водки. Ну, знаешь, оставь этот тайник себе. Так, где у нас ещё здесь? В доме. Сейфик. Инструменты для калибровки такое себе тоже. Оно мне не надо. Ну и последний тайник. Это у нас в толчке вроде как. Да, вот он. Надеюсь, в нём что-нибудь годное выпадет. Лол. Велес в толчке. Вот это вот забери, пожалуйста. Велес в толчке. Вот это классно. Всегда бы такие тайники были. Итак, я в рыжем лесу. Пока что более-менее спокойно здесь. Ну, на радар переход недалеко. Я надеюсь, мы до него доберёмся без проблем. Иначе я буду плакать. Так, вот я и на радаре. Сразу появился около выжигателя, поэтому всё нормально. Так, вижу врага. Он прям передо мной. Лол. Всё, минус два. Ещё кто-то здесь есть. Не знаю, кто это, но мне надо лутать монолитовцев. Пипец. Чуть не сдох. Надо, короче, вот так вот сделать. Так, один монолит из где-то остался. Я, кстати, догадываюсь, где он. А, нет, его здесь не оказалось. Ну что ж, ладно, переходим. Так, здесь не даётся 6 минут, чтобы отключить выжигатель. Но я думаю, с этим у нас проблем не должно возникнуть, так как монолитовцев тут нету. Хотя кто-то вот задетектился у меня здесь. Однако вот здесь вот у нас, я помню, в оригинале были кровососы. Фух, убил его, отлично. Так. Тут у нас аптечки. Неплохо. Опа, контролёр. А-та-та. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вы шо, блин? Я бы орал, если меня тушканчики убили. Тут у нас ещё собачка. Собачка это опасная тема. Так, вот он этот рычаг. И нужно будет ещё забрать документы сейчас, которые находятся за моей спиной. Отлично, звук вернулся. И отспаунилась целая туча монолитовцев, с которыми нам сейчас предстоит сражаться. Кам. Хм. Исполнитель пиндос. Забавно. Забавно. Ну и у нас остаётся примерно сколько? 24 минуты. Где-то 23-24, где-то так. Чтобы добраться до путепровода и попробовать прогуляться немножечко там. Давайте достанем голосовку. Попробуем с неё пострелять. Тут у нас три человека где-то. Так, одного я вижу на вышке. Вон он там. Готов. Второй по мне пытается стрелять. Тоже готов. Ещё два заряда осталось. Третий тоже где-то там, в той стороне. Отлично. Так, ну вроде всех завалил, кого мог. Кстати говоря, тут есть тайник. Я не знаю. Ну-го, проверим, раз уж мы больше сюда не вернёмся. А тайник у нас поблизости, то почему бы его не проверить? Так, он у нас находится где-то вот здесь вот. Я не знаю, есть ли тут аномалии или радиация. Но радиация есть, это понятно. Так, вот тайник. Могло быть и лучше, на самом деле. Возьму только бинты хлеба, дротик остав себе, братан, который заложил этот тайник. Потому что оно мне не надо. Всё-таки я решил, короче, распрощаться с валом, потому что, ну, не по пути нам с ним. Если я и буду что-то использовать на калибре 9.39, то, скорее всего, это будет только винторез. Но я очень сильно сомневаюсь, что я его найду. Так, я попал здесь немножечко в аномальное поле. И тут есть какой-то артефакт, я не знаю. Ну, можно, конечно, попробовать его поискать. Каменный цветок. Так, отступаем. Ну, не знаю, пойдёт, конечно, но мне он не подходит. Так, тут у нас враги. Это, судя по всему, монолитовцы. Только вот непонятно, от кого они отбивались. Наверное, от мутантов каких-нибудь. Да, смотри, тут кабан. А, нет, это не монолитовцы, это наёмники. Чуваки, наша вторая уже встреча с наёмниками получается, да? И там они загрызли бедного пацана. Кабаны, блин, какие же демастеры жестокие. Давай попробуем завалить их. Вроде отлетели, окей, но меня интересует наёмник, нежели кабаны. Да, у наёмника были патроны, которые мне нужны. Так, я вижу кучу врагов на карте. И все они, смотри, там что-то стреляются. Интересненько. Один наёмник у нас находится прямо вот здесь вот. Он у меня отмечается. Но вот я не знаю, как к нему попасть. Всё, добили там последнего, короче, дружественного к нам сталкера. Соответственно, тут только враги. Тут вообще монолитовцы, ты смотри. Лоу. Вот это ты, мразь, конечно, взял, подкрался аккуратно. Да вы что меня пугаете все сегодня, а? Не знаю, где последний, но я сныкаюсь в вагоне. Тут, наверное, безопасно. А вон последний, это тот, которого я видел через забор. Фух, всё. Тут, смотри, тут свободовцы были. Рискну ещё раз, попробую здесь добыть артефакт. Потому что свойства здесь из теней Чернобыля. А как вы помните, в тенях Чернобыля практически все артефакты обладали тем, что давали выносливость. А выносливость мне сейчас как нельзя кстати. И вот я сейчас пытаюсь как-то аккуратно себе максимально проложить дорогу, чтобы захватить здесь артефакт. Вспышка. Что она нам даёт? Выносливость. Отлично. Хотя нет, давай мы её снимем. Сначала выберемся из электро, а потом уже оденем вспышку, так как она у нас отбирает электрозащиту. Ну, чё по выносливости, пацаны? Теперь мне энергетики вроде как не нужны временно. Пока у меня нет перегруза, я смогу довольно-таки долго бегать. Итак, вот мы и появились в окрестностях Юпитера. И сейчас резко идём в сторону станции Янов. Кстати, не обязательно нам до станции Янов бежать, можно просто добежать до бункера учёных. И ещё я хочу забрать, наверное, оазис, чтобы сдать его учёным и получить дополнительные деньги. Ну, а может быть я оставлю оазис вовсе и себе. Посмотрим. У нас уже отмечаются на карте зомбированные. Я не думаю то, что у меня возникнут проблемы с оазисом, так как это одна из самых лёгких миссий, так сказать. Ну, не миссия, а точка фарма. Потому что зомби здесь вообще овощи. Вон они сами ко мне выходят и умирают, прикиньте. Какие умные зомби. Нормально. А, вы тут встали чё-то. Так, и в туалете у нас один. Да. Вот и всё, все 10 зомби, изи. Ну ладно, нам главное за оазисом сходить, а остальное уже не важно. Так, ну вроде бы всё, я оторвался от тушканов. Теперь просто залазим вот сюда. И, собственно, оазис. Сейчас я быстренько пробегу все эти аномалии, которые покажут нам путь истинный. И мы заберём наш заветный артефакт. Так, я проложил себе дорогу к оазису. Значит, у меня она сгенерировалась вот такой вот. Можно было бы, кстати, попробовать вообще с первого раза всё это проделать. Просто, типа, пробежать вот так вот. Ну, в принципе, да, путь несложный, но мне кажется, я бы до него не додумался. Так, значит, сохраняемся. На случай вылета подбираем оазис и валим отсюда. Так как тут спавнится карлик. А карлик это жёсткий пацан. У него есть свойства и контролёра, и бюрера вроде бы. Ну, чё-то такое там, короче. Он какой-то гибрид между этим и этим. Окей, теперь быстренько текаем к учёным. Давай посмотрим ещё оазис даёт. Оазис довольно-таки... Ема. Оазис довольно-таки полезная штука. Но я не думаю, что я её себе оставлю. Меня тут какой-то чёрт убивает. Просто... Я топтал тебя, чёртов ты монолитовец. Ааа, боже. А против кого они здесь вообще? Они, наверное, загрелись на карлика. Какого тут вообще монолитовцы делают? Их же не было здесь. Ну, это чё получается? Всё, пацаны, я проиграл. Вот такая вот грустная история. Можем полетать. Эх, я проиграл спор, пацаны. Ну, не спор, а соревнования, состязания. Я, конечно, ещё не знаю, чё у демастера. Вдруг он тоже в четвёртой серии умрёт. Но я умер. И это грустно. Многие там писали то, что да скорее всего ты смонтируешь свою смерть. Ты там, типа, никогда не умрёшь и так далее. Но нет, чуваки, мне обманывать смысла нет. Я умер, я проиграл. Я признаю. И это немножечко грустно. Я не знаю, наверное, надо было убегать. Или всё-таки принимать бой. Ну ладно, друзья, на этом, я думаю, пожалуй, всё. Да, грустновато получилось, но я прошёл сколько? Ну, примерно 40% тайны зоны за одну жизнь, причём на спидране. Если бы, конечно, не спидран, то есть у нас не было бы на скорость, да. Я чисто для себя проходил тайну зоны на одной жизни. Я бы, скорее всего, дошёл дальше, так как я играл бы более аккуратно, более медленно. Но тут, как видите, время поджимает. Я, кстати, почти пережил эту серию. 10 минут осталось до конца, примерно, когда я сдох. Но всё-таки не дожил, друзья. Ну что ж, Димастер, я тебя поздравляю. Если ты сейчас смотришь это видео, ты по-любому это смотришь. А также поздравляю всех тех, кто болел за Димастера. Вы оказались правы, я слился. Всё-таки, да, Димастеру нет равных в испытании на одну жизнь. Я в этом деле немножечко нубло. Ну, потому что хотя бы сравнить количество стримов, какие проводил Димастер по одной жизни в оригинале и не только. И сколько проводил я. Я, по-моему, провёл только 3-4 стрима по Теням Чернобыля. 3-4 стрима по Чистому Небу. 2-3 стрима по Зоу Припяти и пару стримов по Колу в Чернобыле. То есть в общей сумме там 10-12 стримов максимум. В то время как Димастер, он там жёстко эту одну жизнь и это самое задротил. Я помню, он там проходил с ПМом за одну жизнь, с вырезанным оружием. Поэтому у него в этом деле, конечно же, опыта побольше. Ну и, собственно, опыт взял своё, я так понимаю. Ну или, скорее всего, я просто нуб неосторожный и пытаюсь там что-то оправдаться. Вот Димастер, кстати, бегает. Ну, в общем, да, Димастер, я чё хотел сказать. Поздравляю тебя с победой. Если ты честно выиграл в этой битве, конечно, я не знаю, что будет делать Димастер дальше. По сути, мы договаривались, что, типа, если кто-то сливается, то тот, кто победил, ну, там он дальше уже делает, что хочет. Он может приостанавливать, а может просто уже чисто для себя дальше проходить тайну зоны. Не знаю, что выберет Димастер, но я слился. Да. В общем, ещё раз огромное спасибо, что смотрели меня. Спасибо всем, кто болел за меня. Но, к сожалению, я вас подвёл, пацаны. Да, жалко. Вообще, дизлайк мне. Взял, слился, лох. В общем, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк. Но, так как я лоханулся, слился, можете и не ставить. А также не забывайте подписываться на мой канал, если вам нравится мой контент. Также переходите по ссылкам в описании. Там много всего интересного, в том числе и ссылка на канал Димастера, то есть на моего соперника. Ссылка на мою группу ВКонтакте, где вы найдёте кучу мимов новостей касательно канала. Ссылка на мой второй канал, где я снимаю различные другие игры. И ссылка на мой сервер в Дискорде. В общем, всего вам доброго, друзья, и пока.